Добрый день. Настоящий дайджест посвящен нескольким вопросам. Итак, первое. Программа «12 шагов». Что вы можете о ней сказать? Используется она профессиональным психиатрами и наркологами, насколько она эффективна. Программа «12 шагов» – пересказывать ее, я думаю, не имеет смысла, пожалуйста, в интернете эта информация доступна. Она ориентирована прежде всего не на психиатров, не на наркологов, то есть не на профессиональных медиков, не на профессиональных врачей, а на людей, которые отказываются от той или иной зависимости, освобождаются от той или иной зависимости. И, как правило, программа эта проходит, хотя и может она проводиться с участием врача-психиатра-нарколога и с участием психотерапевта, но все-таки основной движущей силой этой программы являются волонтеры. То есть люди, которые сами прошли эту программу и освободились от той или иной зависимости, ну, по крайней мере, получили над ней контроль. Программа основана на признании у себя этой проблемы и детальной проработке этой проблемы. Суть программы – хороша ли она, плохая, эффективна или нет. Ну, во всем мире это, пожалуй, наиболее распространенная программа реабилитации для людей с зависимостью. Плюс ее, конечно, в том, что человек не оказывается один на один со своей проблемой, а идет как бы в коллективе, и это позволяет ему, может быть, легче освободиться от проблем. Минус, конечно, в том, что с точки зрения профессиональной психиатрии и наркологии, некоторые ее постулаты могут быть, ну, не совсем однозначны. В нашей стране программа «12 шагов» тоже имеет место быть, но вот у нас она как раз-таки идет как платный, как чаще всего, как платный вариант в разных вариантах либо реабилитационных, либо медицинских центрах. И, в общем-то, ее положительные моменты, как раз-таки бесплатность, доступность, широта распространения, включенность в работу именно людей, которые сами освобождаются от зависимости, у нас она в меньшей степени выражена. Поэтому у нас, я, например, не могу сказать, что программа «12 шагов» показывает очень хороший результат. В целом, в мире, да, это одна из наиболее распространенных реабилитационных программ, и она работает. На мой взгляд, как я уже неоднократно говорил, если какая-то вещь работает, если какая-то вещь дает результаты в лечении тем более неизлечимого заболевания, таких как зависимости, то она имеет право на жизнь. Дорабатывать методологию, дорабатывать особенности внедрения в российской среде, конечно, надо. Другой вопрос тоже касается зависимости. Такой препарат, как наумифен, он же Селинка, относительно недавно появился, и вот позиционируется как такой вот суперпрепарат, который является избирательным антагонистом опиоидных рецепторов головного мозга, соответственно, снижает продукцию дофамина, и за счет этого вот как бы у человека должна исчезать зависимость. Мы говорили уже про психическую зависимость, мы говорили про зависимости вообще, смотрим ссылку на экране, и, естественно, все не сводится только к опиоидным рецепторам и к уровню дофамина. Надо сказать, что попытки использовать антагонисты, агонисты, антагонисты опиоидных рецепторов в плане лечения наркологии принимались уже достаточно давно. То есть такие препараты, как нолаксон, нолтрексон, они использовались для лечения, пытались использовать их для лечения зависимости. Ну вот, ноунефен или селинкро, это более селективный препарат, в общем-то, фирма Лунбек, которая производит селинкро, как раз-таки отличается своей тягой к созданию максимально селективных препаратов, таких как цифролекс, тоже мы уже про него говорили. Вот, и можно предположить, что, да, наверное, может быть этот вот наунефен селинкро более эффективен при терапии зависимости, алкогольной зависимости имеется в виду, чем тот же самый нолтрексон. Но, хочу подчеркнуть, что даже при том, что, собственно, вот эйфоризирующий эффект может снижаться, потребность в этом эйфоризирующем эффекте может снижаться при приеме этого препарата, то есть мы как бы создаем условия более комфортного отхода от зависимости. Но, как бы его не принимали этот препарат, в каких бы количествах его не принимали, зависимость сама по себе может при этом ослабевать, но не исчезать. Проблема зависимости как раз не в том, что это такое страшное, чудовищное, неодолимое влечение употреблением психоактивного вещества, а в том, что человек не в состоянии определить, где заканчивается его собственное желание и начинается патологическое болезненное влечение. Вот в этом плане этот препарат, как и все другие, в общем-то, на сегодняшний день медикаментозные препараты, вряд ли может помочь. С учетом стоимости селинкро 60 евро за упаковку, я думаю, что это, в общем-то, достаточно дорогое удовольствие. Но, опять-таки, поскольку какой-то эффект есть, какие-то положительные моменты есть, их, безусловно, тоже, если есть такая возможность, надо использовать. Поэтому по этому препарату, если заключение, да, антагонисты, органисты-антагонисты опиоидных рецепторов применялись и применяются в наркологии, в том числе и для лечения алкогольной зависимости, но они не излечивают зависимость, они создают условия для более комфортного от нее отхода. То, что автор статьи цитирует статью, что вот человеку не будет необходимости отказываться от алкоголя, он может свободно контролировать количество употребляемого алкоголя. Но вот это, извините, полная галиматья. Потому что, да, ему может быть легче контролировать это количество алкоголя, но то, что он сможет его контролировать легко, просто как абсолютный человек без зависимости, это, извините меня, в действительности не соответствует. И вопрос только в том, когда он перестанет принимать этот номифен и когда количество алкоголя начнет потихонечку-потихонечку нарастать. Об этом мы также уже говорили. Еще один препарат, пантагам. Ну, про наотропные препараты, их доказательную эффективность мы говорили, смотрим ссылку на экране. Пантагам относится к седативным наотропным препаратам, то есть, по идее, должен улучшать кровоснабжение и обмен веществ в мозге, плюс обладает мягким седативным действием. Сказать, что он кардинально отличается от других наотропных препаратов, я не могу. Он, естественно, более сильный препарат, чем пекамилон, но не более того. То есть, если у человека серьезные проблемы с головным мозгом, я имею в виду органическую патологию головного мозга, то, конечно, пантагамов будет недостаточно. В качестве компонента комплексной терапии он вполне может использоваться, поскольку и может улучшать действия антидепрессантов, усиливать действия антидепрессантов. Может уменьшать побочные эффекты как от антидепрессантов, так и от нейролептиков. Так что, как компонент комплексной терапии, да, вполне. Как монотерапия или препарат для улучшения работы головного мозга, ну, весьма и весьма относительно. Вот такие вопросы я хотел рассмотреть в данном дайджесте. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте www.mednauka.net и нашем канале на портале youtube.com. Спасибо.